Утро на семи холмах. Кто обращает на себя внимание, помимо, конечно, внешности и харизмы и красоты вот этого всего, это, да, твоя яркая и необычная фамилия. Да, мы знаем, что она настоящая, но, тем не менее, вот скажи, пожалуйста, она тебе приносит какие-то, может быть, дивиденды, она тебе помогает, она смущает, она ставит какие-то неудобные ситуации. Что больше? Или всего? Шутят? Да, но уже нет, уже, мне кажется, пик шуток на тему Шакиры был, когда я поступила в институт, первый курс, и как раз я начала принимать свою фамилию, потому что у меня было долгое время отторжения, когда называли меня Шакирой, я думала, ребята, у меня есть имя, тоже красивое, почему вы меня не называете Лизой, все время Шакира, Шакира, вот это вот все, или Шакира, где твоя Бейонсе, и куча шуток вот на эту тему, и одинаковых. И я прям раздражалась, и мне было неприятно, а потом в институте я поняла, что это уже здорово, в этом есть какой-то свой стиль, это запоминается, это сразу, ну, как бы люди отмечают, запоминают мое имя, и да, это весело. И потом я начала даже немножко коллекционировать самые классные шутки с моей фамилией, и мне недавно написал сообщение парень, его зовут Шакир. И он такой, получается, ты Лиза Шакира, ты моя, ты Лиза Шакира. В общем, это... Интересный поворот. Сообщение это выглядело смешнее, это было, конечно, нагло очень с его стороны так написать, я спокойно к этому отношусь, я уже привыкла к разному, вот, но это было смешно, это было самое смешное обыгрывание моей фамилии, самое интересное. Поклонников много, пишут часто, есть от этого какие-то неудобства? Неудобства пока нет никаких, это скорее такая зона, в которой я чувствую себя некомфортно и как-то неуверенно, потому что, ну, это не то, чтобы произошло внезапно в моей жизни, это постепенно вот происходило и внимание, и какое-то узнавание, но бывает неловко. Мы вот тут недавно с друзьями зашли в лифт, стояли-стояли, и там девчонка, наверное, лет 18, вы, 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 Елизавета, контейнер? Я думаю, да. Меня это очень смущает, это очень трогательно, вот, но я сразу чувствую какое-то единение с этими людьми, как будто мы одна банда какая-то. Для тех, кто сейчас не понял, контейнер это сериал, в котором Лиза снималась, и поэтому это не тоже, это не прозвище и не какая-то другая фамилия, а то прозвучала примерно вот так. И музыкальная группа. Именно так. Хотя, кстати, контейнер, отличное название для музыкального коллектива. Такое брутально-жёсткое, как мне кажется. Ну да, звучит брутально и жёстко. Лиза, мы знаем, что ты работала моделью, да, когда-то? А что сподвигло вообще стать актрисой? То есть как так вообще получилось? Ну, я всегда хотела. Я не из тех детей, кто в школе постоянно участвовал в самодеятельности, или я первая рвалась в постановки, какие-то спектакли, я ненавидела рассказывать стихотворения, или я до сих пор не люблю при всех выступать как-то вне именно профессиональной деятельности, но дома устраивала домашние концерты, писала сценарии каких-то вечеров семейных, наслаждалась от этого и думала всегда, что как-то моя жизнь будет связана именно с актёрством. Просто было непонятно, как мне вырулить, через что. Я не могла никак поступить, и вот как-то было время, в общем, заняться чем-то другим, и плюс у мамы было много подруг-моделей, и они такие, иди в модели, ты красивая, реализовывай свою внешность. Я думаю, да, супер, сделаем ответвление, маленький шажок в сторону, но потом обязательно я вернусь к тому, что мне хочется. А помогла работа моделью дальше в профессии уже актрис? Нет. Никакие ни навыки, ни владения собой на подиуме, вот это вот какой-то раскованности, ничего этого не пригодилось? Но это же абсолютно разные сферы. То, как я существую как модель перед камерой, это совсем не то, как я существую как актриса, потому что в актрисе это больше про личность и индивидуальность, и я как я. А когда я модель, всё-таки мне нужно отрабатывать одежду, которую на мне, настроение, мне нужно продавать. То есть модель как инструмент? Да, да, да. И, кстати, странно, мне никогда не предлагали сыграть модель. У меня даже проб не было на роль модели. Ну, теперь всё будет. Теперь надо задуматься. Теперь вот это всё озвучено, теперь всё... Запрос во вселенную отправлено. Хотя это не самое интересное, что мне бы хотелось сыграть, конечно, но да. А что бы хотелось? Шпионку какую-нибудь или супергероя. Это же интересное. Русалка. Я не понимаю, почему. Я знаю, что сейчас идут пробы в несколько фантазийных проектов, и там есть всякие русалки, эльфы, бурдалаки. Но меня не зовут, а это же мечта. Я прям... Я посмотрела «Властелин колец» с Лив Тайлер и влюбилась. А всё-таки эльфийская принцесса королевишна. Да, это же... Либо русалка. Либо русалка. Это же... Это прям мечта, чтобы у меня был какой-нибудь хвост, что-то там в волосах или уши вот эти, что-то такое очень природное. А вампирская тема уже, собственно, в бурдалаке всё это не актуально. Нет, это тоже... Ведь это же было, там же тоже всё. Нет, это тоже интересно. Это тоже... Я не против абсолютно, если мне предложат. Вселенная, индустрия, я не отказываюсь. Если я отметила русалку, это не значит, что бурдалак меня не привлекает. Даже гном. Это интересно. Ну, безусловно, это такая хорошая будет задача актёрская. А вот если брать вот этих вот персонажей или там, не знаю, супер какую-то героиню, вот шпионку опять же, какой-то... Какой суперспособностью волшебной или, ну, чисто человеческой ты хотела бы обладать в реальной жизни? Вот либо летать... Так. Или перемещаться в пространстве. Либо, я не помню, у какого супергероя, это когда... Ну, у меня такая связь с землёй плотная, я могу движением руки дерева вырастить. Или делать почву плодородной, или чтобы цветочки появлялись, чтобы птички ко мне слетались. Всё по-доброму сейчас. Ни землетрясения, ни разломы, чтобы вот это всё как раз... Это только если я злюсь. Опасная какая, Лиза? Но это обратная сторона, мне кажется, этой суперспособности и суперсилы. Лиза, а вот как ты считаешь, вот твой актёрский старт, ты вот назовёшь его удачным, потому что за вот такой небольшой отрезок времени ты приняла участие в нескольких очень успешных проектах, кинематографических, сериальных, телевизионных. И надо сказать, что некоторые называют... У тебя была такая строчка новым лицом отечественного кинематографа. Вот ты как сама считаешь, это хороший старт или могло быть лучшее по ряду причин? И как вообще вот к этим определениям себя ты относишься? Ну, меня это очень смущает, потому что, не знаю, я не чувствую себя новым каким-то лицом и новым представителем российского кинематографа, потому что заслуг всё-таки ещё не так много. И я чувствую себя немножко неуверенно и не чувствую ещё почвы под ногами и какой-то внутренней стабильности и понимания, что вот я заслужила право называться актрисой, или что вот это прям моё, я отвоевала своё место, я отвоевала там какое-то своё амплуа, прости господи. Но я считаю, что это очень хороший старт, может, даже слишком хороший, потому что у меня у самой внутренняя планка теперь очень высокая, и я по своим проектам, в которых уже отснялась, сужу по тем... Сужу, как это сказать, оцениваю, вот, оцениваю правильное слово, оцениваю те предложения, которые мне приходят, и сложно, потому что, ну, надо прям, ну, не отсеивать, а как-то сверяться с тем, что у меня уже есть, какой у меня уже путь намечен, и в какую сторону я иду, чтобы не обнулить свой путь. Ну, вот эти достижения, да, чтобы они не ушли куда-то. Да-да-да-да. Ну, хотя это тоже нормально, я к этому спокойно отношусь, я не боюсь там какого-то провального, условно-провального проекта или какой-то ошибки в выборе материала, потому что это всё равно всё опыт, и я прежде всего сужу по себе, нужен ли мне этот опыт, для чего мне этот опыт, что мне он даёт, пробовала я это или нет, и поэтому мне как-то любопытнее экспериментировать и не загонять себя слишком сильно вот в это оценочное суждение о проектах, которые мне предлагают. Ну, как-то так. Ты сказала, что у тебя уже, ну, популярность пришла, узнают уже в лифте, ну, случаи, собственно, были. На улице часто ли узнают? И вообще, как ты относишься к вот к этой популярности? Как к неизбежному злу? Или вообще, или это ты вот... Есть люди, которые ради... Я хочу, чтобы меня узнавали, и они говорят, если не узнают, это плохо. Я люблю вот когда вот да-да-да. Вот как у тебя? Я не могу отрицать, что у меня есть эго. Естественно, моё эго радуется, и моему эго очень приятно, что меня узнают, что отмечают мою работу. Это моего внутреннего ребёнка прям радует. У меня там такие внутренние танцы незаметные. Но, с другой стороны, это очень смущает, потому что я понимаю, что есть уже определённые ограничения, но я их сама себе внутренне ставлю, потому что как бы есть уже какая-то, что ли, ответственность. Может, я это себе придумываю, потому что я ещё не знаю, как с этой популярностью небольшой, как с ней справляться и как вообще к ней относиться. Но это ни в коем случае неплохо. Это просто обратная сторона моей профессии. Это, естественно, её часть. Конечно, если я снимаюсь в хороших проектах, которые люди смотрят, и, слава богу, что они их смотрят, естественно, меня будут узнавать, и, естественно, будут хотеть там подойти, что-то сказать про проект, обсудить, может, поделиться чем-то. Это часть моей работы тоже. И это здорово. Мне нравится общаться. Если особенно общение происходит на какую-то тему, то я только радуюсь. Пока мне это не мешает, но, наверное, если всё будет дальше так продолжаться, я уже почувствую то, о чём все говорят, когда личного пространства становится меньше, я там не могу просто куда-то пойти в кино, или я не могу просто дурачиться, или как-то беситься. Или я как-то пошла на спектакль, который мне не очень нравился, и меня там узнали люди, которые были рядом, и они всё время смотрели, как я реагирую. А я, бывает, как ребёнок, захожусь и могу не контролировать там выражение лица, ещё что-то. И я понимаю, что они на меня смотрят, и смотрят, как я наблюдаю за процессом, и как я реагирую. И у меня вот это как-то... Вот это некомфортно, потому что я хочу оставаться свободной в своих проявлениях. А ещё наверняка пытаются сфотографировать. Бывает, да. Бывает. Вот у меня это больше друзья замечают, чем я. Когда тебя фотографируют. Ну да, друзья мне пару раз говорили уже, что они... Вот мы гуляем где-то, находимся, что вот это происходит. Я не знаю, как к этому относиться. Это странно. Но, тем не менее, от этого никуда не деться. И, судя по всему, будет всё только... Не хотел сказать хуже. Но, во всяком случае, жить в этом плане будет наверняка насыщеннее. Дуже, но лучше. Но это значит только... Я буду рада, потому что это будет значить, что я снимаюсь, что у меня есть проект, и я востребованная. Вот одна артистка написала, что она предпочитает быть востребованной, нежели популярной. Мне кажется, это очень классная формулировка. Кстати, да. Казалось бы, да. Да, вот это будет значить, что я просто востребована, и это же круто. Лиза, а какой проект ты назовёшь переломным? Ну, может быть, самым важным для тебя? Вот из тех, что уже были, или, может быть, которые сейчас... Ну, ты предполагаешь, что он, ну, конечно, может быть, не перевернёт твою жизнь, но вот после которой ты проснёшься другим человеком, или вот по-внутреннему какую-то, или он окажет какое-то влияние на твою жизнь, или уже указал, оказал? Контейнер Максима Свешникова определённо точно. Это не первый мой киноопыт, это не первая моя какая-то... Это первая большая роль именно на большой популярной платформе. Но, да, он прямо изменил мою жизнь, потому что познакомил меня со съёмочным процессом, познакомил индустрию со мной, меня с индустрией, показал, что такое работать, показал, какой я могу быть. Очень много мне дал. А были ли какие-то стереотипы или мифы развеяны вот по поводу киноиндустрии, знакомства с профессией вот такого вот серьёзного, что ты думала, что, о, наверное, это вот так возможно, а на самом деле всё оказалось совершенно по-другому? На самом деле нет. Я же очень долго ходила сниматься в массовке, групповке, эпизоды всякие, просто чтобы наблюдать изнутри процесс, поэтому я видела, как это происходит, и для меня не было какого-то откровения. Тут больше уже, как изменяется мой подход к работе над ролью, или как я над контейнером работала очень серьёзно, и у меня там были сессии с психотерапевтом, чтобы разбирать героиню. И насколько потом я подумала, о, так я справляюсь, всё супер, расслабилась и поняла, что следующий проект, нулевой пациент, я уже внутренне будто бы не совсем доработала. Но я перфекционист и жуткий самокритик, поэтому, да, относительно каких-то откровений и стереотипов нет. А раз уж мы заговорили о подготовке к ролям, и ты говоришь, что у тебя уже есть какая-то даже система и свой метод, а в чём он заключается, как ты готовишься? Ну, я прописываю биографию персонажа, что о моём персонаже говорят другие герои истории. У меня ещё есть привычка, я не знаю, я много-много лет это делаю, каждому своему персонажу я составляю музыкальный плейлист. Как интересно. Да, и просто что может слушать мой герой, и не обязательно, вот, например, у Алены, это же 80-е получается, я подумала, не обязательно, что она слушает только эту музыку, это может быть современная музыка тоже, но я наткнулась на Аха, Take On Me, и поняла, это было ещё вот, я ехала на пробы в Москву, в Сапсане, услышала эту песню и поняла, что вот оно, это будет гимн для моего нулевого пациента, для Алены. Так что для меня это очень важная песня. Вот у нас есть сейчас замечательная возможность напомнить, как это было, и с удовольствием поставить именно эту музыкальную композицию. Е-е-е! Ну вот среди нашумевших сериалов «Содержанки», там есть откровенные сцены. Юр, не мог об этом не сказать, конечно. Просто, ну естественно, я уже, я просто сижу, уже сколько времени жду, когда уже попаясь. Когда же, когда же. Да, да. Скажи, пожалуйста, ты как вообще к этим сценам относишься? Ты как-то вот морально себя к этому готовила? Ну, просто у меня в «Содержанках» нету никаких таких сцен. Меня не смущают вопросы про фамилию, но меня забавляют вопросы про «Содержанок», потому что у меня там маленький-маленький эпизод. Да, это эпизод, который стал для меня трамплином определённым, но он крошечный. А про «Содержанок» меня всё равно спрашивают. А потому что фильм такой, ну, провокационный и насыщенный, скажем так. И я считаю, что «Содержанки» изменили индустрию. Мне кажется, это тот проект, который всё поменял. Поменял правила игры вообще для всех. Это было очень круто. Ну, как я отношусь? Что вы имеете в виду? Ну, он был откровенным, он казался каким-то честным, наглым, дерзким, очень ярким. И как будто бы такого ещё не было на тот момент, и все же смотрели «Содержанок». И плюс это тогда вот платформы, я не помню, выходило ли что-то настолько крутое, платформ. И тогда старт показал, что платформы могут делать круто, могут делать ярко, могут делать интересно. И мне кажется, вот тогда это всё закрутилось, завертелось. А что мы сейчас видим? Видим, что уже каналы у платформы выкупают проекты и показывают их. Ну, конечно, этот сериал обсуждали все, и мужчины, и женщины. И это было действительно событие, скажем так, революционное. Так что да, наверное, да. Можно так сказать. Возвращаясь к вопросу, я к этим сценам отношусь нормально, но есть они и есть. Это часть нашей жизни. Естественно, бывают моменты, когда этого уже много, и хочется спросить создателей, зачем, к чему, почему, если без этого можно обойтись. Но просто это всегда самое неловкое, что только можно снимать. Это ужасно неловко снимать постельные сцены. Это безумно неловко. Мы все это не любим и хотим, чтобы это быстрее закончилось. Особенно, если, например, это в первый съёмочный день, или когда вы с партнёром ещё не притёрлись, или вот у вас только первое знакомство, надо уже дикую страсть какую-то показывать. Боже. Катастрофа. Это очень жутко. Это очень неловко. И это же ещё надо делать как-то естественно, искренне и по-настоящему. Ну, в смысле, якобы по-настоящему. Зритель, он, естественно, не думает о том, сколько ещё человек стоит за камерами. Иногда не только за камерами, а чуть ли не вот как-то... Когда камера тебе прямо в лицо снимает, что у тебя там происходит, какие эмоции ты якобы испытываешь. Или звуковик стоит с бумом, с вот этим пушистым, смешным, тоже тебе прямо в лицо. Ой, или надо там определённо в свет попасть. Вот вы меняете позу с партнёром, надо обязательно в свет. Или у вас... Запомните, есть такая фаза, есть такая фаза. Тут побыстрее, тут помедленнее. Это же тоже хореография определённая. Изгиб бедра, чтобы было хорошо. Да, и чтобы ты ещё хорошо смотрелась в кадре. Страшное дело. Это очень сложно. Я не знаю, кто наслаждается от съёмок этих сцен, но... Зрители. Зрители, да. Да, вот. Вот подтверждаем. Ну вот, хорошо, я рада. Увидела, да, наконец, это хоть какого-то, кому это нравится, да? А вот есть ли опасность, раз уж мы заговорили о любовных сценах, мы сейчас не про постельные, а про вообще просто, про любовные сцены. Мне кажется, что очень сложно. Такие партнёры зачастую бывают, актёры симпатичные, что, мне кажется, большинство девчонок, которые в детстве мечтали стать актрисой, только ради того, чтобы, ну, собственно, повстречаться и пообщаться со своими кумирами и симпатичными кинозвёздами, скажем так. У нас недавно был артист балета, Игорь Цирко, который сказал, что возможность у артиста балета поддержать, вот, собственно, валерину, сделать вот это вот всё, красоту. Есть ли опасность влюбиться вот в актёра? Мне кажется, это должно случаться на каждой картине, вот, судя по всему. Такие все приятные и привлекательные. Конечно, есть опасность, но... Или так должно быть? Я не знаю, я просто с этим не то чтобы сталкивалась прям. Мне как-то везло, что это всё время была скорее такая расслабленная, дружелюбная атмосфера, когда у тебя есть юмор на площадке, подколы друг друга, и что-то, ну, такое братско-сестринское, скорее, нежели романтическое. Потому что мне кажется, что влюблённость будет мешать работе сильно, потому что энергия будет уходить не туда. То есть я буду, например, думать о своём партнёре как о человеке, который мне безумно нравится, и меня как Лизу от него там штырит, а вместо этого я должна думать о своём персонаже и о том, что у неё происходит с персонажем моего партнёра. И в этом плане мне, конечно, профессия важнее всех влюблённостей, но я думаю, это естественно, если люди влюбляются на площадках или если они потом заводят семью после каких-то проектов, потому что у нас же другое энергетическое подключение друг к другу, наверное. Ну и опять же, многие по статистике знакомятся на работе. Да, и это касается не только актёров. Конечно, и всех в том числе. Я где-то читала, или мне кто-то из друзей говорил, что да, вот провели статистику и исследование, что ты, вероятнее всего, найдёшь себе партнёра, найдёшь себе там мужа, жену, любовь именно на работе. Всё так? Так что не только актёры не исключение. Не только актёров это касается. Все мы там. А есть ли вообще, Лиз, какие-то запретные темы для тебя в кино? Темы, сюжеты, жанры? Вот, например, не знаю, ты хочешь сниматься в фильмах ужасов? Вот, вот, вообще. Или на какую-то, ну, я не знаю, с животными? Ну, вот что-то такое. Или нет? Лишь бы была интересная история, захватывающий сюжет, героиня и, в общем. Нет, у меня нету такого внутренних каких-то ограничений. Я знаю, что мне не очень хочется в военное кино. Вот. Мне не очень хочется играть... Вот это то, что я сразу отметаю. Если мне предлагают какого-нибудь условно глупого персонажа, какую-нибудь, я не знаю, такую супер-гламурную девушку, я откажусь, потому что это не моё. Но прежде всего я думаю, какая история, какую историю мне предлагают рассказать и какая команда, кто снимает. Для меня это очень важно. А дальше какая тема, что мы там исследуем, каким способом. Главное, чтобы был интересный сценарий и интересные люди, которым я буду доверять, что вот мы не сделаем какой-то ерунды. А если даже и сделаем, то это будет весело, потому что, ну, как бы, это опыт будет. Лиза, с кино всё понятно, с кино всё хорошо, всё отлично. А что с театром? Мы сейчас имеем в виду опыт иммерсивного спектакля. Даже сразу назовём, как вернувшаяся. Иная реальность. Это важно. Вернувшаяся иная реальность. Мы, на самом деле, с Таней были. Была премьера, да? Мы были. Мы были. Это необычно. Хочешь, мы тебе расскажем? Да. Мы сейчас услышим твою точку зрения и тебя помучим немножечко по этому поводу. Договариваемся, всё честно. Абсолютно. Абсолютно честно. Абсолютно честно. Так вот, пришли, это страшно интересно. У меня был первый опыт соприкосновения с иммерсивным театром, и я, конечно, получила удовольствие, но немного странное, потому что это было, ну, во-первых, интересно, что на нас надели, мы носили маски. Это уже необычно. То, что происходит действие вот на расстоянии вытянутой руки, и то, что ты, по сути дела, являешься практически участникам и наблюдателям. Это очень круто. Не очень мне хотелось ходить за большим количеством людей, поэтому я пошла ходить просто по комнатам, осматривая пространство и пытаясь понять вообще как, что и к чему. В результате, естественно, в какой-то момент мной была упущена нить повествования чего-то, но зато я приобрела массу каких-то интересных опытов, потому что один из каких-то персонажей, вот я стояла, рассматривала комнату, меня завели, при всеначе, закрыли дверь, вот, и мы стали вести беседу, вот. И потом, когда мы вышли после вот этой беседы, мы так, надо или не надо? Это что вообще происходит? Это по сюжету или какая-то какая-то импровизация? И потом зато было так интересно наблюдать за людьми, когда дверь открылась, я такие, а что, 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 как-то они в поем такие. Вот. И я ходила гордыми, говорит, о, вот с ней вот уединялись, вот это вот все. Это так было здорово. И мне вот интересно, такой же интерес и, не знаю, азарт у актеров, которые задействованы вот в этом спектакле. О, да. Вот еще интересно, нам просто перед спектаклем нам проводили такой инструктаж. Руками ничего, никого не трогать. Никого. Но при этом вас трогать могут. Да. У вас... Есть какой-то инструктаж вот для актеров? Правила. Так, ой, сколько много всего и сколько рассказать. Просто для меня, вернувшись, это, во-первых, спасение. У меня был очень сложный период осенью, когда я пришла на кастинг. Я не понимала, что делать со своей жизнью и хочу ли я вообще заниматься профессией. Тут появились вернувшиеся, и это до сих пор такая отдушина, и это столько мне даёт энергии и радости, и удовольствия. Я могу говорить об этом очень долго, больше, чем и кино. Мне кажется, у меня сейчас фокус немножко даже вот ушёл в мою иммерсивную часть жизни. Вот. Да, у нас есть инструктаж. Мы не имеем права вести себя как-то агрессивно или нам нельзя толкать, пихать зрителей. Если зритель себя как-то агрессивно ведёт, мы не можем вести себя так же в ответ. У нас есть чёрные маски, мы можем им сказать, что что-то не так происходит. Но мы можем, например, взять за руку и вывести, если человек прям совсем наглый. У нас и такие ситуации были. У меня коллега прям посреди сцены просто взяла человека за руку и увела, потому что он шарил по всем полкам, он искал выпить алкоголь. У нас зрители обожают это делать. У нас же есть алкоголь настоящий. Серьёзно, настоящий? Там еда ведь настоящая. Еда настоящая, конечно. Мы же видели. То есть не все пьют, у нас есть морс, кто пьёт, есть алкоголь. Естественно, не так, что мы все напиваемся, просто чтобы вот был запах для правдоподобности какой-то зрителя. Это понимают и начинают искать по всем локациям. Я это сама видела, как они берут бутылки и нюхают что-то. Если там алкоголь, могут прям с бутылкой начать ходить и пить. Юр, мы же не знали об этом. А вот я не знал. А ещё они могут съесть еду. У нас вот ребята рассказывали несколько раз. Там заряжен реквизит, тарелки с едой. Там что-то банальное. Картошка какая-то дурацкая, огурчики. Помидорчики были. Помидорчики, курочка. И пришли забирать эти тарелки, чтобы накрывать на стол, а там пусто. Вот это да. Пусто. Зритель всё съел. Но как бы это тоже... Вот с нашей стороны есть какая-то этика и воспитание. Мы не позволим себе лишнего. Тем более у нас всё-таки фокус внимания на том, что мы делаем с творческой стороны. Для всего остального у нас есть маски, которые стоят и оберегают нас, и зрителей друг от друга тоже. Но то, про что ты говорила, это называется personal experience. У нас каждый персонаж его проводит. Мы можем выбрать любого зрителя, уединиться с ним и рассказать свою историю или пригласить в какое-то рассуждение или как-то повзаимодействовать. Это уже импровизация такая, да? Или всё равно это каким-то образом проговаривается? Проговаривается, проговаривается. Всё-таки я не помню, кто это сказал, но импровизация это очень жёсткая конструкция на самом деле. И у нас много застроек, но в рамках этих застроек мы можем делать всё, что угодно. Очень много свободы в рамках вот этой несвободы. Это в этом кайф-шоу. А вот такое количество зрителей, которые ходят, ведут себя не всегда адекватно, оно мешает? Или как раз в данном конкретном иммерсивном действии оно помогает каким-то образом раскрыться или даже по-другому себя повести, как если бы это был, возможно, даже традиционный какой-то спектакль с его жёсткими рамками? По-разному. По-разному. Тем более, когда это традиционный спектакль на сцене, у тебя есть вот эта какая-то... Ну, вот есть сцена, есть зал, есть разделение, и мы друг на друга не так сильно влияем. А тут зритель может быть у меня прямо перед лицом, и, естественно, я чувствую его вибрации, я чувствую его энергию, я чувствую, у меня на сцене толпа или у меня на сцене вообще никого нету. Это тоже влияет. И тут, конечно, нам нравится какой-то баланс, потому что сложно играть, когда дом пустой. Например, вот если 130 человек, зрителей всего, это пусто. Нам уже кажется порой, что есть места, где нету никого, и от этого непонятно, зачем я это всё делаю, для кого, и есть соблазн выключиться. А нам нельзя выключаться, потому что вот у меня никого нет, я выключаюсь, и тут, бац, заходит толпа, а я там, не знаю, в носу ковыряюсь условно. А я выключилась. А я выключилась. Они смотрят, как я ничего не делаю, и это как бы провал. Это, да, это не здорово. Ну и тяжело, когда много людей, потому что толпа, и через неё сложно ходить, и уже становится травмоопасно, потому что люди могут бегать за героями, ещё что-то. И мы, да, конечно, начинаем сталкиваться, натыкаться друг на друга, чуть тормозить. А что бы ты посоветовал зрителям, ну кроме того, что не есть еду, не пить напитки, ну что-то такое вот, чтобы наименьшее количество помех друг другу создалось. Инструктаж такой, как наставление. Про это говорит Мигель всё время. Я помню, его даже в конце декабря прорвало, и он записал про это, написал про это. Очень важно не подходить вплотную к нам. Людям автоматически хочется быть ближе, чтобы услышать лучше, но мало кто понимает, что расстояние даёт возможность увидеть всю картинку целиком, и звуку лучше распространяться по помещению. А зритель любит прям вот нас взять в плотное кольцо и нас душить, и самому задыхаться, и это неудобно. Поэтому пространство и распределение по пространству с точки зрения зрителя тоже очень важно. Потом надевать на себя тёмное, потому что у меня тоже были ситуации, я вижу, кто-то идёт, я знаю, что у меня партнёр в светлом. Я поворачиваю и понимаю, что это зритель. То есть это отвлекает и зрителей тоже, отвлекают яркие цвета какие-то. Что ещё? Женщины, когда приходят на каблуках, мне их так жалко. У нас четырёхэтажный дом, и всем хочется ходить по этим этажам, следовать за героями или просто исследовать, а каблуки не способствуют этому. И мне очень жалко этих зрительниц. Потом что ещё? Ну, телефоны. Отключать, конечно же. Отключать телефоны, отключать вот эти часы. У нас сейчас обожают курить вот эти штучки курительные. А, электронные вот что-то типа. Электронные сигареты, да. Люди думают, что это не видно, а это видно ещё как. Это просто как школьники какие-то спрятались в руках и никто не видит. Привидно это чувствуется. Да. Хотя с другой стороны, у нас же в особняке и вот этот плотный дым, и очень много запахов. У нас у каждой комнаты, в каждой локации свой запах, который подбирали. Поэтому, ну, как бы, я вот, например, не чувствую, но у нас очень много замечаний зрителям связаны именно с этим. А, и когда начинают вот говорить, зрители обожают говорить, обсуждать увиденное сразу, или как-то декорации обсуждать, или ещё что-то, это тоже очень сильно отвлекает. Во время спектакля. Да, да, да. У нас табу, у нас вот, я говорю правила вип-гостям, и основное, это не снимать маску, не разговаривать и не трогать актёров. Ты, наверное, знаешь весь особняк теперь этот, как свои пять пальцев слепую пройти. Да, но нет, есть комнаты, в которые я не захожу, потому что мне там не нравится. Есть мастерская Освальда, это на самом верхнем этаже комната, где рисунки. Так. Там какая-то такая пугающая демоническая энергия. Ну и там происходят у парней очень сложные сцены. Я не люблю физически там находиться, мне прям плохо становится в этой части дома. Ну да, там же везде есть энергия, в каждой комнате. Из-за того, что мы проживаем там одни и те же ситуации раз за разом, они наполняются вот этой густотой ситуативной. И это уже как-то на моё нутро работает автоматически. Вот. И, конечно, есть зоны в доме, где я ненавижу находиться, а есть наоборот, где мне прям уже комфортно, потому что мой персонаж там чувствует себя хорошо. Давай, Лиз, пользуясь случаем всех радиослушателей, кто ещё не смог посетить этот иммерсивный спектакль, вернувшийся и на реальность. И на реальность. Запомнила. И на реальность. Действительно, столько всего интересного было рассказано, так что действительно, друзья, мы всех приглашаем. Лиз, последний вопрос, потому что заканчивается у нас уже время, к сожалению, к сожалению, но я уверена, что не в последний раз ты к нам приходишь. Какие ещё проекты вот у тебя будут в ближайшее время? Расскажи, чтобы мы были в курсе, готовились. Если вдруг что-то есть на подходе, или ты сейчас где-то работаешь? Я не люблю этот вопрос, потому что всем кажется, что у меня сейчас, наверное, такая насыщенная жизнь и очень много съёмок. У меня сейчас нет съёмок. Это вот так получилось, что я ни над чем не работаю, и мне даже комфортно вот в таком состоянии, но скоро начинаются несколько проектов, я не могу рассказывать ничего. Да. Но премьер никаких не будет в ближайшее время. У меня все силы, все уходят на вернувшихся. Я вот там радуюсь. Зато есть время наслаждаться весной. И жизнью. Есть время... Вот я убеждена, когда есть такие... Когда проседает какая-то сторона, например, вот профессия, значит, у меня есть время сейчас быть с друзьями, быть там с любимыми людьми и наслаждаться этим, потому что потом начнётся. Я, кстати, прекрасно понимаю, потому что тоже в жизни были периоды, когда работы становилось меньше, и я от этого тоже кайфовал. Да. То есть у меня появлялось время на семью, и я вдруг понимал, что вот она, жизнь, вот она прекрасна, я могу пойти гулять, я могу всё, что угодно делать. Главное не начинать рефлексировать и думать, что всё, я не нужна этому миру, я заложница одной роли или что-то такое, а просто вот наслаждаться, смаковать, смотреть вокруг. Сложно рефлексировать, когда у тебя много работы до этого было. Ты как раз таки и ждёшь, когда же наступит вот эта вот отдышка, отдушка вот эта отдушина? Мне хватило три месяца, и потом у меня началась ломка. Это же как наркотик. Конечно, привыкаешь уже к такому ритму и темпу. Лиза, ну, во-первых, спасибо большое, что нашла утром время и пришла. Ждём тебя в гости снова и снова. Хочется пожелать, чтобы весна прошла ярко, чтобы всё, что вот такое личное, прекрасное, всё это реализовалось. И, конечно же, уже ждём, чтобы был хороший вопрос на него отвечать, когда реализуются те планы, которые сейчас у тебя в перспективе, чтобы они уже случились, и мы тебя снова ждём, Костя. Спасибо. Чтобы весна прошла ярко и не мимо. Спасибо большое. Спасибо. До встречи. Пока. Утро на семи холмах. Утро на семи холмах.